Уважаемые телезрители, мы вновь встречаемся с вами в нашей студии СГУ-ТВ. С вами я, писатель Александр Владимиров. В прошлых наших передачах мы встречались с политиками, представителями культуры, бизнеса. Многие в теоретическом плане рассказывали о положении современной женщины, о перспективах их профессионального роста. Сегодняшняя наша передача, она будет несколько необычна. Она, скорее всего, будет носить практический характер. И многие вопросы, многие ответы, которые сейчас ищут наши девушки, заканчивающие вузы, но не находят этих ответов, может быть, сейчас они получат, по крайней мере, часть этих ответов. И я хочу представить вам нашу гостью. Это Кристина Анатольевна Макарова. Она психолог и человек, занимающийся бизнесом. Здравствуйте, Кристина. Большое спасибо, что вы согласились прийти к нам на передачу. Ну и вначале несколько слов, пожалуйста, о себе. Ну, на данный момент я как раз вот занимаюсь, пришла в сферу бизнеса, пытаясь заниматься транспортными услугами. Транспортными услугами. И непосредственно сейчас хотела бы выступить как пример, как можно себя реализовать. Как реализовать. Ну, давайте вот о чем, прежде всего, вот с какого вопроса. А насколько сложна самореализация женщины в современный период? Ну, реализация женщины сложна так же, как и реализация мужчины. Тут не зависит именно от половой принадлежности, мужчина это или женщина. У женщин есть просто свои женские хитрости, которые помогают женщине. Ну, вы какие. Да. Нет, оно... Реализовать себя. Но вот сложнее женщине или проще? Есть определенные сложности, есть. Но иногда мы больше видим сложности, да, а сами не знаем своих возможностей. На что мы способны, на что способны... Как себя найти в этом современном мире, чем заняться? Порой не знаем этого. Хорошо. Ну, вот вы нашли свое место. А вот представьте себе девушка, женщина молодая, которая говорит, ну, вот я ни к чему не способна. Ну, зато я, скажем, могу расти детей. Вот хорошо. Значит, я только создан для семьи или все-таки я могу как-то реализоваться и в общественном производстве? Ну, тут как раз есть возможность создания частных детских садов, когда объединяются несколько женщин, воспитывают тем самым и своих детей, и чужих. Это маленькие группы, детские сады, когда большее внимание направлено на вот именно воспитание детей, а не когда в группе там по 10, по 20 человек. То есть вот уже сразу пример, да? Да, это как вот конкретный пример, как женщина может себя реализовать. Например, имея свою главную привилегию, это любовь к детям. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот вы все-таки занимаетесь бизнесом в чисто такой мужской сфере. А вот может ли женщина самореализоваться именно вот в такой мужской сфере? И нужно ли ей это делать? Ну, тут главное, чтобы женщина сама себя комфортно в этом чувствовала. Чтобы она понимала, что она делает, и была профессионалом своего дела. Вот. Потому что если женщина в мужской профессии, то все ее недостатки сразу будут замечены. То есть? Потому что женщин-то меньше в мужских профессиях, они на виду, соответственно. И все ее промахи, недочеты будут сразу заметны. Поэтому надо быть, не ударить в грязь лицом, быть на высоте. То есть то, что простится, прощается мужчине? Да, да, мужчине это просто не заметится, потому что, да, их больше в этой профессии. А ну вот расскажите. И тогда ее будут воспринимать адекватно. Ага. Ну вот расскажите, вот конкретно из вашей ситуации, вот в чем вот, как вот ваши недостатки были заметны? Или, может быть, вы сталкивались когда-нибудь с такой ситуацией, что к вам садится пассажир и уже какое-то недоверие? Есть? Бывает такое? Бывало, бывало. Вот сходу так сложно вспомнить, но вот, пожалуй, там можно один пример привести. Когда мужчина, я думаю, что он пошутил вначале, сказал, что мы вообще доедем, ему в аэропорт надо было. Ага. И было раннее время, в общем-то пробок не было. Я, в общем-то, ему сказала, что вас волнует, пробок-то нет, доедем, конечно. Ага. Вот. А он, оказывается, думал, что просто женщина не способна даже водить машину. Ага. И всю дорогу мне рассказывал, как же это вот так вот, женщина одна парковалась неудачно, что чуть ли не пробила себе двигатель, а бордер. Ага. Но потом у него сомнения развеялись, и он сказал, что вы как раз на своем месте, что успокоился. Ну, где-то вот ближе уже к концу поездки он сказал, что бывает все-таки женщина, которая... Это к вам не относится, говорит. Ага, понятно. Бывают все-таки исключения. Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, ну, а вот бывают ситуации, когда все-таки наоборот позитивно воспринимают тот факт, что вы женщина, и занимаетесь таким делом? Бывают, бывает. Приезжаешь иногда и смотрят, какая чистая машина, оказывается, потому что женщина водитель. То есть обращают на это. Позитивные моменты какие? То, что женщина, она отчасти более безопасно водит. Не все, конечно, женщины безопасно водят, но у женщин просто больше развита эта черта, стремление к безопасности, чем у мужчин. Ну, вот можно вспомнить, кстати, что в Париже, например, очень часто водителями такси берут женщин, причем имеющих маленьких детей, потому что ниже уровень безопасности у них. Ну, да, и по безопасности тут женщина выигрывает, и с точки зрения аккуратности, обхождения она никогда, грубо говоря, не скажет. Вот, наша женщина есть женщина. Кристина, вы понимаете, вот нашу передачу смотрят девушки, скажем, которые учатся в институтах, заканчивают институты, и они думают, вот пойти потом в бизнес или нет. А вот скажите, вот в мужских профессиях как-то женщина участвует. Да, с одной стороны сложности, конечно, я понимаю, там, может быть, кто-то так посмотрит, что вот женщина все-таки, насколько она потянет. Ну, вот, наверное, есть какие-то плюсы. Вот, честно, приходилось вам использовать, ну, какие-то женские чары? Ну, конечно, конечно. Иногда улыбка, доброе слово очень сказанное, кстати, да, бывает нужно. Вот, и когда женщина, клиенты, это непривычно, когда женщина в мужской профессии, да, то есть какой-то шок присутствует, да, но в целом люди все позитивно очень воспринимают, очень позитивно воспринимают, когда женщина. Вот, но обязательно это замечают, ой, женщина. Все-таки у нас еще это, ну, непривычно. Непривычно. Скажите, пожалуйста, а вот очень важный вопрос, который часто задают. Вот, два момента. Женщина и карьера, и продолжаем. Карьера и семья. Вот эти два момента. Какова вот субординация двух этих понятий в современный период? То есть, что я имею в виду? Женщина делает карьеру. Ну, сейчас все делают карьеру. Но, делая карьеру, женщина, соответственно, все-таки в семье-то она бывает не так часто. Влияет ли это на семью? Или, может быть, это не влияет? Вот ваше мнение. Влияет, конечно. Влияет. Тут главное выставить правильно приоритеты. Вот, чтобы работа, она не занимала все время, да, чтобы все-таки оставалось что-то на семью. Но все равно приходится жертвовать. Приходится жертвовать, и невозможно, чтобы все было и в семье хорошо, и на работе хорошо. То есть, это надо все-таки иметь какой-то свой небольшой бизнес, да, чтобы можно было как-то... А бизнес что? Что вам дает бизнес? Независимость. Независимость. А с точки зрения свободного времени? С точки зрения свободного времени, конечно же, пока у меня его не так много. Но надо стремиться к тому, чтобы выстроить все так, чтобы больше времени оставалось на себя. И дело от этого не страдало. Скажите, пожалуйста, вот один раз я решил проделать такой эксперимент. Кстати, готовясь к одной из наших передач, я спросил молодую девушку-официантку, скажите, вы хотите сделать карьеру в жизни? Она так захлопала глазами, говорит, конечно, хочу. И вот человек, который сделал себе вот такую уже карьеру, хорошую или плохую, но вы сделали себе карьеру. Вот сейчас вы думаете продвигаться дальше или все-таки на первый момент у вас выходят такие семейные ценности? Может быть, даже тоска по несбывшемуся, по каким-то вопросам. Ну, конечно. Всегда мечтаем о том, чего нам не хватает. Если, допустим, он большее время занимает работа, всегда хочется больше уделять время семье, дому. И заниматься своей личной жизнью по большей части. И тут, конечно, есть такое. И тут молодая официантка, она просто еще совсем молоденькая, и, конечно, ей хочется состояться, это нормально, да, но опыта жизненного еще нет для этого, чтобы состояться. Хотя может так сложиться, что и она найдет очень быстро ту нишу, которую еще можно занять. Такое бывает. У всех на это определенное время уходит, у кого-то меньше его уходит. Кто-то всю жизнь ищет, не знает, чем заняться. Всю жизнь ищет и не может найти то, к чему применить свои способности. Вот, кстати, мы в нашей программе можем помочь людям в этом, чтобы они писали письма о том, что их тревожит, и в чем они не могут себя реализовать. Или, допустим, описывали бы свою ситуацию и спрашивали бы у нас совета, да? Может быть, мы как-то своей программой сможем помочь, направить не только женщин, но и мужчин. Бывают же какие-то сложные ситуации, которые ты сам не можешь ее разрулить никак. Ну да, давайте уж тоже мужчины не будем, да, шовинизм такой в отношении к мужчинам. Кстати, вот это неплохую идею. Действительно, может быть, действительно есть смысл, чтобы люди писали на СГУ ТВ письма, значит, программы, выступали юристы, психологи у нас, да? То есть именно помощь, вот как помочь людям, ну, в частности, письма вам в том числе адресованы, да? Вот как помочь молодым девушкам найти себя? Да. Да, как найти себя, произвести вот эту самореализацию? Ну, а вот скажите, пожалуйста, а вот если человек действительно долго себя ищет, а вот не может себя найти, вот нужно ли ему отчаиваться или нет? Нет, ну отчаиваться никогда не нужно. Вот, и отчаяние, оно только, собственно, приводит к неудачам, да? И когда мы отчаиваемся постоянно на каких-то негативных моментах, акцентируя внимание, не получилось, значит, где-то были допущены ошибки или не то направление было выбрано. Сейчас, кстати, в интернете много интересных сайтов на эту тему о бизнес-идеях, как начать свое дело, как его построить, какие у нас возможности бизнеса сейчас. Вот, причем малого бизнеса. Мы уж не говорим о какой-то крупной, да, сфере. Крупной, это там свои законы. Да, да, там свои законы, мы говорим тут просто, чтобы быть независим, заработать себе на жизнь. И как раз вот на таких сайтах, я сама их часто читаю и смотрю идеи, какие, возможно, варианты. Нравятся эти идеи, не нравятся, но читать их надо, изучать надо такие материалы. Порой просто рождаются интересные идеи после вот этих просчитанных статей. Скажите, пожалуйста, Кристиан, вот вы по роду своей деятельности сталкиваетесь с партнерами, с бизнесменами. Среди них, наверное, есть и мужчины, и женщины, да? Да. Вот, скажите, а вот только честно, вам с кем легче иметь дело, с мужчиной или женщиной? Честно? Честно? Ну, наверное, все-таки с мужчиной. Почему? С мужчиной, ну, мне проще с мужчиной договориться, потому что... Потому что вы эффектная женщина или нет? Ну, это вы, конечно, спасибо за комплимент. Но мужчины, они... Как-то вот у меня лучше с ними контакт. Хотя с женщиной тоже можно договориться. Главное, чтобы твоя идея, твои условия, да, были интересны партнеру. Вот. Просто почему-то так бывает, что чаще мужчины сидят вот на... Каких-то принимают решения. Ну, а тем не менее... Заказчики. Да, тем не менее, вот мужчина и женщина, с которым вы работаете, вот женщины тоже принимают решения. Вот есть какие-то вот тут противоречия в принятии решений? Я, например, слышал, насколько я знаю, что женщина, она дольше принимает это решение. Почему? Потому что она, ну, как говорится, дольше просчитывает все варианты. Есть такой момент или нет? Мужчина более такой, ну, что ли, спонтанный, более такой сразу решительный. Но зато женщина более обстоятельная в данной ситуации. Согласны вы с такой? Есть такое, да, есть такое. Вот. Но тут главное, чтобы человек был адекватный, который принимает решения, чтобы он был заинтересован в таком общении, да, в сотрудничестве. И вот просто как-то больше вот почему-то мужчины у нас решения принимают. Понятно. А вот психология женщин в бизнесе. Отличается ли бизнесмен, ну, в данном случае, наверное, бизнесвумен, да, скажем, отличается ли бизнесвумен, ее психология от психологии, ну, скажем, женщины, которая не работает в бизнесе, от женщины, ну, которая работает там на производстве, там, в конторе. Отличается как-то в психологии или нет? Конечно, отличается, конечно. Когда свое дело как-то более независимо себя чувствуешь, понимаешь, что все решения, которые ты принимаешь, то это только от тебя зависит. И ошибки, соответственно, которые, в общем-то, промахи, все, в общем-то, это результат твоих неправильных действий. А на производстве, в организации, на работе, тут, конечно, с одной стороны, стабильно все. Есть на кого переложить ответственность, а тут вся ответственность на тебе. Поэтому, соответственно, отличается. Тут приходится больше принимать нестандартных решений, действовать по обстоятельствам. Не боитесь ошибиться? Ну, ошибаться всем свойственно, да? Бояться этого не стоит. Надо просто учиться на своих ошибках. Бояться нельзя никак. Это неизбежно. Ошибки, они неизбежны. Главное, чтобы было их не так много. Кстати, есть такая, знаете, поговорка, что... Я не помню, кто-то же из древних это сказал, из умных очень людей, что умные люди всегда учатся на ошибках чужих людей. Но, наверное, вот... Это надо стараться, да. Это надо стараться использовать чужой опыт, чтобы не допускать их ошибок. Анализировать чужой опыт. Но не всегда так получается. Иногда приходится сталкиваться с такими нестандартными ситуациями, что... Но свои ошибки, они, знаете, как-то... Более служат ярким примером, да? Да. Потому что ты сам с этим столкнулся, обжегся на этом. И, соответственно, конечно, хорошо на чужих учиться ошибок, но... Но тут сильнее, эти сильнее бьют по карману, да? Да, они сильнее бьют по карману. Поэтому надо стараться, конечно, просчитывать всю ситуацию. Кристина, скажите, пожалуйста, вот существует такое мнение, что женщина, занимающаяся бизнесом, для нее семья полностью отходит на второй план. Только дело. Так это или нет? Или все-таки каждая женщина, даже женщина-бизнесмен, она мечтает о создании собственной семьи? Там, любимый человек, там, дети? Конечно, конечно. Каждая женщина нормально об этом мечтает. Даже... Тут в любом случае жертва есть, да? Вот если там, собственно, какое-то дело, приходится уделять много времени этому. Вот. И женщина, конечно, понимает, что она делает упущение, да? То есть в семье, конечно... Сохранить этот баланс очень сложно бывает. Чтобы не страдал от этого и собственное дело. Порой просто женщина идет вот от отчаяния, да, бизнес. Не складывается личная жизнь, не может найти человека любимого, не может найти. Чтобы он был и любимый, и чтобы он был и кормильцем семьи, и, собственно, думает, а почему бы мне самой не заняться? Ну, это же, наверное, не главная причина того, что у женщины идет бизнес. Не главная, но, в общем-то, основная причина. Нет, ну, главная. Ну, не главная, не главная. Ну, главная, основная, вы говорите, главная, основная. Нет, нет. Одна из основных. Да, одна из основных. Ну, хорошо. А вот давайте тогда скажем честно. Вот вы занимаетесь бизнесом. Да. Предположим, вам бы предложили повернуть свою жизнь назад. Предположим, у вас был бы там любимый человек, там, ребенок бы. Ну, вы больше бы замкнулись в семье. То есть я не говорю, что вы полностью бы замкнулись в семье, но значительно больше бы замкнулись с семьей. Вы бы согласились вот на такую роль? Или уже вы вошли вот в свою колею, уже никогда бы с нее не свернули? Честно только. Ну, вы знаете, можно даже не рассматривать, не возвращать ничего назад, а взять, допустим, сейчас, что есть. Да. То есть если допустить какие-то перемены в свою жизнь, да, надо сто раз подумать. Как бы не лишиться того, что ты имеешь сейчас. То есть надо подумать, действительно ли это тот человек, действительно ли можно на него рассчитывать, действительно ли можно ему доверять. Потому что лучше синица в руках, чем журавль в небе. И тут очень многое зависит от мужчины. Тут очень многое зависит от мужчины, чтобы он смог женщине это доказать. Чтобы она была спокойна. Но в любом случае, как бы жизнь не складывалась личная, все равно надо, конечно, в жизни уметь что-то самой. Потому что ситуации бывают очень разные. И вот нашу программу наверняка смотрят женщины, которые остались с маленькими детьми. Да, вот мы привели пример. Ага. Вот. Чтобы вот для реализации именно вот женщины с ребенком, когда осталось. Бывает же такая ситуация. Были хорошие отношения, была семья, все. Мужчина ушел. Бывает такое. Часто. Ну что, надо делать? Не отчаиваться, а искать выход? Нет, нет, не отчаиваться. Надо просто искать выход. Искать выход. И искать свое место. Искать свое место, да. Ага. Потому что, если не получилось личная жизнь, жизнь до этого не заканчивается. Надо воспитывать ребенка. Бывает очень тяжело. И материальные ситуации складываются плохо, да? И мужчина еще ушел. То есть нет ни моральной, ни материальной поддержки. Бывает такое часто. Вот. И тут как раз вот для этого наша программа и есть, чтобы помочь, да, людям. Сориентироваться и найти себя. Найти свой какой-то скрытый талант. Скрытый. Потому что у каждого человека он есть. То, что именно вот у него получается лучше, чем у других. Кристина, скажите, пожалуйста, а вот проблема, опять же, для женщин, которые уже чего-то достигли в своей жизни, проблема выбора спутника жизни. Проблема выбора спутника жизни. Она, наверное, особенно сложна. Почему? Потому что так просто, за кого попало замуж, то не хочется. Хочется найти принца. А принца-то все... Принцев мало. Принцев мало. И они, как правило, все разобраны уже, принца-то. Вот как вот, что бы вы хотели сказать по этому поводу? Сложно. Я думаю, тут и мужчинам, и женщинам сложно в этой ситуации. Те мужчины, которые состоялись, имеют какой-то достаток в жизни, опыт жизненный. Они часто уже не хотят иметь семью. Или у них был какой-то негативный опыт. Или просто работа занимает слишком много времени, уже недоличный. Бывает же такое, да? А вы знаете, мне кажется, еще что, тут дело не в том, что даже негативный опыт, а просто у человека уже состоявшийся. Я не говорю, там, какой-то там крупный бизнесмен, там, олигархик, вообще единица. Нет. Я говорю просто состоявшийся человек. Состоявшийся человек. Мне кажется, что он привык к определенному типу жизни. К определенному типу жизненных ценностей. К определенному ритму жизни уже. И менять вот это он уже не хочет. Даже не то, что не хочет. Он просто боится идти на какие-то серьезные изменения. Ведь мы можем говорить об эволюционных каких-то изменениях. А что значит эволюционные изменения? Давайте скажем честно. Он познакомился там с хорошей девушкой, они там сходили в ресторан, они там встречаются, куда-то поехали вместе. А поменять жизнь свою, значит, найти вот спутницу жизни, соединиться с ним, извините, это революционные изменения. Решимость нужна, да. Тут как бы, да, вот не все на это готовы. Да. И состоявшийся мужчина думает. И женщина также думает. А стоит ли ей вот жертвовать-то своим делом ради вот, вроде бы, все красиво на словах. А будет ли так дальше. То есть тут главное не спешить. Тут надо почувствовать. Почувствовать друг друга и понять, стоит ли жертвовать чем-то ради отношений. Хотя жертвовать всегда приходится. Главное, чтобы это не было болезненно и, в общем-то, потом не разочаровывало, да, человека, который там... Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот давайте все-таки вернемся еще к одной очень болезненной проблеме, которую я не случайно задаю женщине, занимающейся бизнесом. То есть женщине, которая занимается именно конкретной работой, постоянной работой, для которой все-таки на первой плане работа. Мы говорим, женщины и дети. Это же очень острая проблема сейчас для нашей страны. То есть что имею в виду? Рождаемость падает. Причем, ну, она, кстати, падает не только у нас, а у многих европейских народов она падает. Но для нас это вообще носит такой критический характер. Если так дальше пойдет, то что с нами, с русскими, останется? Вот как быть в этой ситуации? С одной стороны, я понимаю, естественное стремление женщин работать. С одной стороны, я понимаю. Мало того, парадокс заключается в том, что сейчас очень много производств требует именно женского труда. А с другой стороны, мы можем говорить о резком сокращении численности русского населения. Ну, вообще численности населения нашей страны. Вот я многим гостям нашим задаю этот вопрос. Это не то, что я как попка повторяю его. Просто это острейшая проблема. Вот как быть в этой ситуации? И как раз вот нас слушают, да, вот девушки, студентки, вот они думают, слушают вас. Вроде да. Вы говорите, хорошо, надо делать там карьеру, все. Но встает же и другая проблема. И, наверное, они на каком-то этапе это тоже поймут, что не только в карьере это счастье. Конечно, конечно. Так вот как вот быть в этой ситуации? Как сохранить вот эту гармонию, да? Вот сохранить эту гармонию отношений. Вы можете что-то вот посоветовать здесь? Ну, тут надо просто не зацикливаться на чем-то одном. Да, вот хорошо, легко об этом говорить. А когда тебя поглощает это целиком, да, на построении собственного дела, иногда ничего больше не замечаешь. Бывает и такое. Но тут вот опять же совет, чтобы все-таки не зацикливаться на одном. Всегда есть выходные, всегда есть вечера свободные. И то, что нет времени, это всегда отговорки. То есть человек просто иногда бывает не готов к отношениям. Морально не готов. Бывает такое, что ему кажется, что вот потом, завтра, а потом-то может уже быть и поздно. Семью же надо все-таки в определенном возрасте создавать. А тенденция у нас все как бы идет к тому, что даже в Европе, да, вот, женятся очень поздно, замуж выходят тоже поздно. Ну, в скандинавских странах, например, женщина выходит замуж, когда ей около 30, а мужчина, когда ему далеко за 35, где-то в районе 40. То есть считается, что прежде всего создать условия, а потом уже, так сказать, можно и говорить о том, чтобы родился ребенок. Наверное, не каждый ребенок в таком возрасте может расти очень здоровым, крепким, да? Это тоже какой-то определенный период. Да, тут вот бывает такое, что, может быть, это можно все-таки параллельно делать, да, допустим, когда вот у мужчины и женщины есть какой-то общий интерес, да, можно какое-то собственное дело развивать, общее. Общее дело, то есть, когда друг друга дополняют, да, вот, может быть, вот такие варианты хорошие. Какое-то общее дело, чтобы не было такое, что вот все силы потрачены на то, чтобы на становление на какое-то материальное, а семья, в общем-то, подождет. И на это тоже надо настрой, и настрой это тоже в определенном возрасте. Скажите, пожалуйста, а вот на вашей практике меняется ли мечта женщины, главная мечта, на определенном отрезке времени? Скажем, в 20 лет она мечтает об одном, там, в 25, о другом, в 30 уже о третьем. Бывает такая трансформация мечты женщины? Конечно, конечно. Женщина всегда мечтает о том, что ей не хватает. Иногда она уже в 20 лет мечтает о карьере, а иногда она в 30 только об этом задумывается. Бывает и такое часто. Тут это нормально на самом деле, потому что, может быть, она просто рано вышла замуж, родила ребенка. И вот этот вот, вот этот быт, вот эта обыденность, рутина, уже как-то хочется чего-то. Или муж недостаточно зарабатывает, бывает и такое, просто пьет. Бывает же такое, бывает. Положиться нельзя на него. Вроде бы он и есть, да, а с другой стороны, никакой поддержки от него нет. Соответственно, женщина начинает задумываться, что ей делать дальше. Поэтому, вот. А иногда хочется карьера, хочется чем-то заняться, а чем не знаешь. Не хватает жизненного опыта. Жизненный опыт очень важен. Знать какое-то дело, прежде чем начинать, да? Знать его именно изнутри, как все это. Не так вот со стороны наблюдать, а просто его знать. Допустим, та же официантка в ресторане, да? Вот пример конкретный. Какие у нее перспективы? Стать менеджером, да? Стать управляющим в ресторане. Она должна это изнутри знать. Нет, ну в данный момент мы не знаем ее, так сказать. Может быть, это просто студентка, которая подрабатывает, да? Может быть, да. Может быть, но я совершенно с вами согласен, что вот сейчас, там, в 20 лет, задумываясь о своей карьере, она должна просто выстроить какую-то, если она думает о карьере, какую-то цепочку своих отношений, каких-то продвижений, да, по служебной лестнице. Но, наверное, бывает и другая ситуация, когда женщина делает карьеру, достигает ее, и вдруг там в 35-40 лет понимает, что все-то сделано у нее, да вот только она осталась-то одна. Причем осталась одна не потому, что она плохая, а потому что она немножко, так сказать, забыла о второй стороне. Да, то есть на одной-то стороне она в жизни сконцентрировалась, а вот другую-то она забыла. Бывает такое? Забыла вторую сторону вопроса. Вторую сторону вопроса. И очень часто бывает. Вот, поэтому только и, в общем-то, и можно пожелать, чтобы об этом не забывали все-таки женщины. Кристина, скажите, пожалуйста, а вот иногда бывает ситуация, и об этом говорят наши психологи, скажем, женщина замыкается в семье полностью, то есть всю свою энергию она тратит на мужа, на детей, и возникает парадоксальная ситуация. На каком-то этапе она становится неинтересна мужу. Муж начинает заглядывать на других женщин и просто бросает ее. Вот как быть в такой ситуации? Почему она стала неинтересна мужу своему? Ну, видимо, мало внимания уделяла ему. Бывает. Наоборот, она уделяет много внимания. Вот много внимания уделяет ему, но она занимается только мужем, детьми, и все. И она замкнулась в руках своей семьи. На быте. Да, на быте. Но быт он заедает, он заедает, и тут надо, главное, вот даже больше женщине, да, направлять, вот как-то, даже не то, что направлять, а подсказывать, да, мужу, что вот, допустим, мы давно никуда не ходим. Какую бы нам вот культурную программу совершить. То есть она должна проявлять инициативу, чтобы ей не было все равно, да, что вот муж приходит, каждый день сидят дома. Вот. И не только выходные, в будние дни всегда, в Москве, в общем-то, можно интересно провести время. В Москве? Ну, не только в Москве, я думаю, что везде можно провести, просто везде свои, свои мероприятия. Вот. И женщина, она должна проявлять активность. Активность, чтобы муж порой ему и некогда об этом думать, он все время на работе, о делах думает. Вот. И ему некогда об этом даже задумываться. Он привык, что он приходит домой, его жена встречает. И вот эта вот обыденность, рутина, она порой, вот, отношения-то как-то загоняет в тупик. А как вот вы считаете, вот, в этой выработке культурной программы, там, походов совместных, мероприятий, кто должен быть лидером в семье? Ну, лидером должен быть, наверное, тот, кто больше разбирается в чем-то, да? Если, допустим, жена больше разбирается в искусстве, то она должна предлагать программу. Ну, естественно, чтобы этому уже было интересно. Не так просто, вот, давай там пойдем, а он там спит в театре. Чтобы это обоим было интересно, если они живут вместе, значит, у них наверняка есть что-то общее. Общие интересы. Может быть, они там экскурсии предпочитают. Вот. Да просто, просто ходить в гости. Это же наша русская традиция, ходить в гости. Наше русское гостеприимство. Мы об этом забываем. Забываем о том, как можно себя, в общем-то, разнообразить жизнь, не сидя в четырех стенах. Общаться, общаться. И есть и друзья, мужа, жены. Всегда это интересно. А наши вот эти вот посиделки домашние, да, они, конечно, иногда и хорошо, да, но когда это все время, это может и надоесть, в конце концов. Особенно вот, когда женщина все время сидит с ребенком. Надо уметь себя, в общем-то, свою жизнь разнообразить. Разнообразить, и тогда скучно не будет, и не надо будет искать ни другую женщину, ни женщине что-то искать. То есть, бывает в тебе обратная ситуация. Конечно, иногда женщина, в общем-то, тут надо уметь договариваться и понимать, чтобы вот было бы так интересно, как вот первый день знакомства. А такое возможно, в принципе? Ну, тут какие-то другие формы уже приобретает, это уже, да? Ну, а почему бы нет? А не искать что-то, вот, я там найду другую женщину, она будет более интересная. Нет, нет, отношения их надо, в общем-то, это как цветок, да, если его не поливать, он и завянет. И отношения так же. Если не поддерживать их, не холить, не лелеять, они умрут. Скажите, пожалуйста, а вот женщина-бизнесмен, занимающаяся бизнесом, она ведь тоже очень много времени уделяет именно работе. И она тоже становится в известной степени узконаправленной, то есть ее мышление направлено в одну сторону. То есть какие-то моменты она просто не видит, не замечает. Не кажется ли вам, что это вот обратная сторона той женщины, которая замкнулась только на домашнем хозяйстве? Потому что, ну, скажем так, вы занимаетесь своим производством, вы не ходите, скажем, ни в театр, ни в кино, никуда, просто времени не остается. И муж приходит домой, и он тоже встречает жену, которой, в принципе, кроме производства ничего не интересно. Вот это не кажется ли вам, что это тоже обратная сторона проблемы? И как будет в этой ситуации? Надо уметь себя отвлечь, потому что когда на чем-то сильно концентрируешься, возникает обратный процесс. То есть всегда надо переключаться, отвлекаться. Тогда, в общем-то, и будет интерес к этому делу. А когда вот постоянно-постоянно думать вот только о работе, это, знаете, это не есть хорошо. Это значит, не будет свежих идей. Надо обязательно уметь отдыхать, отвлекаться, отключаться. Иначе просто идет какая-то вот однобокость, да? Развитие только в одном направлении. Или хозяйство, или вот какой-то бизнес, работа. А вот не должна ли женщина в такой ситуации разработать для себя специальную культурную программу? Ну, я говорю, женщина, ну, то же самое касается и мужчин, которые становятся слишком однобокими. Вот не должна ли женщина разработать какую-то специальную программу? Просто я почему говорю о женщинах, потому что, ну, давайте скажем честно, все-таки, все-таки, в основном проблема касается этой женщины. Все-таки в основном уходит мужчина, да, при такой ситуации. Все-таки, так объективно скажем. Чаще мужчины, да. Чаще мужчины, да. Ну, мы даже статистику достаточно посмотреть, и мы увидим, что это гораздо чаще. Вот разработать женщине какую-то программу для себя, культурную программу. Обязательно, обязательно надо. Тут даже не только культурные программы. Тут просто даже обычный спорт, да. Вот, например, сейчас погода хорошая. Почему бы на роликах не покататься? Ну, вот мы забываем о тех, в общем-то, не обязательно даже спортивный зал, а просто на роликах, на солнце, на свежем воздухе. Плюсы ребенка можно научить. Чем раньше поставишь на ролики, тем... То, что делается в детстве, уже не забудется никогда. Если меня поставили на коньки только как я ходить научилась, ну, там еще такие были двухполозные коньки старые, так и... Развитие вот это вот, не обязательно культурное, да, вот и спорт, и опять же можно и всю семью взять, и муж с удовольствием бы катался. То есть, чтобы не было вот скуки. То есть, я имел в виду, когда я говорю о культурной программе, я имею в виду гораздо более-более широкую спортивную программу, и все, то есть, разработка каких-то моментов. Конечно, чтобы... Ага, Кристина, у нас просто время истекает, осталось буквально один-два вопроса. Время на один-два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в некоторых европейских странах, ну, это может быть вение времени, может быть, это предложение феминисток, они вот за то, что, скажем, мужчина поцелует им руку, пропустит вперед, там, уступит место, они готовы на вас чуть ли не в суд подавать. Они считают, что таким образом унижается их женское достоинство, потому что, говорит, мы женщина, мы там равные, у нас равные права. Да, в ресторане, несмотря на то, что люди в Европе, ну, скажем так, не слишком уж щедрые, но попробуй заплати за женщину. Если она, так сказать, не его там подруга, да, попробуй заплати, она скажет, что это такое, с какой стати. Вот скажите, пожалуйста, вы как деловая женщина, как активная деловая женщина, вы поддерживаете эти взгляды, или все-таки вам приятно, когда, ну, мужчина открывает дверь, дарит цветы, там, ну, и так далее? Конечно, приятно, конечно. Я думаю, что все-таки у нас еще нет таких тенденций. Может быть, они вот появляются, да? Все-таки появляются, да? Может быть, да. Я вот не могу говорить за всех, вот могу вот за себя сказать, что какой там, мне наоборот приятно это. Приятно, и большинству женщин это приятно. Вот, и немножко даже смешно это слышать, как так может это оскорбить. Наоборот, порой женщины, как бы, страдают от того, что мужчины недостаточно внимательны бывают, да? Ну, вот как, как, вот это мое видение. Вот, а по поводу в ресторане заплатить, тут вот, мне кажется, что это, есть какие-то основания, да, так полагать, что женщина может думать, что это ее к чему-то обязывает. Может ведь такое быть? Вот, просто вот поэтому. А так, собственно, я в этом ничего плохого не вижу, только приветствую. Чтобы мужчины были галантны, вежливы, чтобы женщина чувствовала, что они еще не перевелись. То есть вы, как бизнесмен в мужской профессии, все-таки в мужской сфере деятельности, хотите все-таки, чтобы вас видели еще и женщину, да? Конечно, конечно. Кристина, ну и самое уже последнее. Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали вот девушкам, которые хотят заняться бизнесом? Несколько таких основополагающих моментов. Ну, тут несколько вот таких тезисов, что все-таки надо правильно выбрать направление, не спешить ни в коем случае. Иногда даже полезно набраться опыта, да, допустим, вот интересна какая-то сфера, ну, возьмем тот же ресторан, раз уж мы о нем говорим все время. Вот, поработать в ресторане, понять, понять этикет, ведь нельзя работать управляющим, нельзя держать свой ресторан. Не зная этикета, не зная, как разрулить какие-то конфликтные ситуации, а их там много бывает. Вот, то есть любой бизнес, он требует изучения его изнутри. То есть видеть все, все, как бы там, подводные камни. И что на кухне происходит, и что в зале происходит, и что с поставщиками. То есть все эти тонкости должны быть известны. Ну, спасибо большое, к сожалению, время нашей передачи закончилось. Всего вам доброго в вашем деле, успехов вам. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы попрощаемся. До следующих встреч, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok